Я представляю снова проекту по научной работе Самарского государственного технического университета, на базе которого организовываю на этой конференции совместно с математическими стеклянами стекла и нашему Максиму Владимировичу. Я вас всех поздравляю с этим великолепным событием. Интерес к этой конференции очень большой. Вы сами можете судить по программе, по количеству участников из разных стран, которые каждый раз увеличиваются. География расширяется этой конференцией. Как знаковое событие, оно также отражается в виде научной школы для студентов. Студенты также проявляют очень большой интерес. Это в основном прикладные исследования и подход именно математический. Он очень важен и объяснить людям, которые будут заниматься научной деятельностью, что подходы именно математического моделирования являются основополагающими в этих исследованиях, как химии, биологии, энергетике и так далее. В этом году особенно важно для нас это столетие университета, которое, вы знаете, будет отмечаться начиная с 11 сентября. Мы приурочили данную конференцию к этому столетию. Большое спасибо руководителям и математического института, и всем, кто в этом участвовал. Хотелось бы отметить и поблагодарить людей, которые организовали эту конференцию. Это Владимир Павлович Радченко и, конечно же, Юрий Николаевич. А мы очень заинтересованы, чтобы результаты этой конференции были широко освещены, как это делается, в общем-то, и в трудах. Поэтому спасибо вам, что вы приехали. И еще раз поздравляю с открытием конференции. Поздравляю слово председателю органитета нашей конференции Игоря Васильевича Валовича. Дорогие друзья, уважаемые коллеги, это уже четвертая конференция по математической физике и ее приложениям. И очень приятно, что на этот раз время конференции приурочено к 100-летию со дня основания Самарского государственного технического университета. Мы очень признательны руководству университета, декану Быкову Дмитрию Евгеньевичу, проректору Нинашеву Максиму Владимировичу. Огромную работу провел Владимир Павлович Радченко, Юрий Николаевич Радаев и молодежь. Большое вам спасибо и поздравляем вас с юбилеем. Может быть, коллеги не согласятся, но если посмотреть на реальное содержание работы в математической физике, она находится на перечтении всевозможных отраслей математики. А не говоря уже о приложениях, технические и индустриальные приложения всегда делают с расчетами на основе уравнения математической физики. Так что математическая физика находится в центре современного истесознания, можно сказать. Поэтому очень приятно, что здесь мы имеем гостей и участников из разных регионов России и из других стран. Мы надеемся на успешную работу конференции. К сожалению, мы понесли большие потери за последнее время. Один из активнейших участников всех четырех конференций, всех трех предыдущих конференций, Полидин Петрович Михайлов умер недавно. Какое-то время назад ушли из жизни Василий Сергеевич Владимиров, Борис Иванович Завьялов, Сергей Михайлович Никольский, Лев Дмитриевич Кудрявцев, Дмитрий Викторович Аносов. Но, огромные потери, конечно, но мы занимаемся наукой и знаем, что след от работ наших коллег остается и надеемся сами вести вклад в развитие математической физики. То, что математическая физика находится в центре различных математических наук, это не пустые слова, доказываются и формальными показателями. Недавно состоялся очередной конгресс математиков в Сеуле и из четырех филсовских медалей три были вручены работам, тесно связанным с математической физикой. Это по стахастическим уравнениям ХРР, это по риманной поверхности теории струн Медзахара Ни, это впервые, кстати, женщина получила филсовскую медаль за эти работы, и работа Авиа Ави по динамическим системам и перенормировкам. На предыдущем конгрессе, который был в Индии, тоже две медали Смирнова и Вилани были по математической физике. Так что, как отраж математики, это процветающая область, а про приложение я уже говорил. Так что приветствуем вас на этой конференции и желаем успехов в работе!